Розыск А именно так на профессиональном языке называется поиск людей, стала куда более эффективной, чем раньше. Причем реальные розыскные мероприятия очень мало похожи на те, которые мы привыкли видеть в многочисленных ментовских сериалах. О том, как на самом деле ищут людей современные Шерлоки Холмсы и Эркюли Пуаро, вы узнаете, когда досмотрите до конца это видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать свежие выпуски, и мы начинаем! Для начала стоит уточнить, что розыск людей практически всегда делится на две основные стадии. В первый месяц ведется активный розыск. Если он результатов не дает, то заводится отдельное розыскное дело, в рамках которого осуществляется проверка по установочным данным, а также периодический контроль так называемых маячков. Причем, несмотря на весьма серьезное увеличение технических возможностей, которые позволяют установить местоположение человека, большинство разыскиваемых находят благодаря различным информаторам. Иногда в качестве онных могут выступать и просто сознательные граждане, которые не поленились сообщить участковому о подозрительной личности. Однако чаще всего наводки на разыскиваемых лиц опера получают от своих барабанов, стукачей и сексотов, а проще говоря, от тех, кто более или менее связан с криминалом, и при этом по тем или иным причинам находятся у оперативника то, что называется на коротком поводке. К слову сказать, успешность оперативника в первую очередь зависит от количества информаторов и умения их вербовать. Но, как мы уже говорили, в последние годы существенно возросло количество технических способов розыска, и первым из них, как нетрудно догадаться, является мобильный телефон. Современные смартфоны, оснащенные функцией GPS-навигации, позволяют определить местонахождение аппарата, а следовательно и его владельца с точностью до одного метра. То есть оперу достаточно подать запрос оператору мобильной связи, и буквально через несколько минут он будет знать, где находится разыскиваемый телефон. Правда, поскольку любой уважающий себя российский правонарушитель хотя бы раз смотрел фильм «Бумер», то он прекрасно знает, что трубу нужно не просто выключить, но еще и отсоединить от нее батарейку. Ну а более продвинутые граждане вообще все переговоры о делюге ведут с другой симки или вообще с, если можно так выразиться, рабочего телефона. Однако на практике подобные меры в большинстве случаев являются совершенно неэффективными. Во-первых, любой телефон имеет свой собственный номер, который называется e-mail. И совершенно без проблем определяется мобильный оператор. Так что замена симки в своем аппарате совершенно бесполезна. И даже в том случае, если человек приобрел второй телефон, в котором нет геолокации, и, возможно, даже отсутствует e-mail, а также раздобыл сим-карту, зарегистрированную на Васю Ветрова, это совершенно не гарантирует того, что он не будет обнаружен. Дело в том, что, отслеживая мобильный телефон, полиция запрашивает биллинг не только самого аппарата, который необходимо обнаружить, но и всех трубок, которые находятся поблизости. Следовательно, если рядом с незасвеченной мобилой постоянно находится еще один номер, не нужно быть гением сыска, чтобы понять, что обе трубки принадлежат одному и тому же человеку. Ну а дальше биллинг берется уже со второго смартфона, и вуаля, дело сделано. Причем, даже если вы предусмотрительно оставляете свой основной телефон дома, но при этом туда же приносите и серую трубку, фактически вы сдаете место своего нахождения на блюдечке с голубой каемкой. Но на этом возможности поиска с помощью телефона не заканчиваются. В последнее время появилось ноу-хау, которое позволяет найти всех возможных свидетелей преступления. Полиция запрашивает биллинг у всех операторов в промежутке плюс-минус 10 минут от времени события. Таким образом определяются практически все, кто мог что-либо видеть или слышать. Ну а дальше начинается работа со свидетелем, которую знаменитый Глеб Жеглов называл «основой розыска». Кроме этого, запрашивается биллинг на соту, где совершено преступление, и сверяется, был ли телефон подозреваемого в данной соте. Выстраивают целые логические цепочки и восстанавливая все перемещения преступника. И, наконец, в детализации ваших прошлых телефонных переговоров за последние 2-3 месяца вычислят все ваши контакты и будут их отрабатывать. Кроме телефона, для установления связи разыскиваемого активно используют его профили в социальных сетях. Причем, благодаря именно ВКонтакте и Одноклассникам, оперативники устанавливают так называемые «дальние связи». Это могут быть ваши одноклассники, сослуживцы, одним словом, те, с кем вы поддерживаете хорошие отношения, но при этом нечасто созваниваетесь по телефону. Детализация звонков, установление дальних контактов практически бесполезна. А вот социальные сети запросто дадут полицейским такую информацию. И, как показывает практика, люди чаще всего прячутся именно у своих старых знакомых, наивно полагая, что найти их там будет сложно. Однако так называемые «маяки», то есть информация, разыскиваемая местному участковому, который в свою очередь зарядит на поиск своих информаторов, будут расставлены как по вашим близким, так и по дальним контактам. А обнаружить нового человека по известному заранее адресу, как говорится, дело техники. Причем «маяки» будут работать даже тогда, когда активная фаза поиска завершится. И именно они дают максимальный результат, если речь идет о длительном поиске. Расслабившись, преступник часто считает безопасным посетить одного из своих знакомых, и вот тут-то его и принимают под белые ручонки. При этом поиск человека по фотографии, особенно через 2-3 месяца, становится практически невозможным. Пограничники, сотрудники ППС и прочие правоохранители, занимающиеся проверкой документов, только встречают соответствие фотки в паспорте с лицом, этот паспорт предъявившим. А помнить несколько сотен тысяч лиц, находящихся в ФР, просто нереально. Еще одним способом поиска, а точнее в данном случае подойдет выражение «ловли на живца через социальные сети», являются подставные знакомства. Этот метод особенно хорошо работает с мужчинами. Сложно устоять, когда тебе пишет симпатичная девушка, ну а если речь идет о дамах, которые располагают собственной жилплощадью, то загнанному человеку может показаться, что судьба просто посылает ему счастливый шанс спрятаться в совершенно новом месте, да еще и при этом, скажем так, провести время с пользой. На деле же на подобном свидании вас будет ждать не знойная брюнетка или блондинка с аватарки, а пара-тройка куда менее обаятельных оперов. Завершая разговор о социальных сетях, хочется отметить, что розыск преступников по IP, несмотря на наличие подобных технологий, на практике ведется очень плохо. Во всяком случае с сотрудниками МВД. А вот силовики из ФСБ все чаще используют пробив по IP-адреса. А вот системы «Сирена», «Экспресс-2» и розыск «Магистраль», которые отслеживают данные разыскиваемых лиц во время авиаперелетов, покупки железнодорожных билетов и поездках в автомобильном транспорте работают вполне исправно. Так что тот факт, что пограничник или сотрудник линейного отдела полиции может не узнать вас по фотографии, вовсе не означает, что вы можете спокойно передвигаться, как минимум, если вы собираетесь использовать для этого общественный транспорт. Стоит отметить, что системы контроля передвижения, так же, как и адресные «Маги», продолжают работать на протяжении всего периода поиска, а не только в активной его фазе. Хотя, как показывает практика, подавляющее большинство людей находятся в первые недели, а порой и дни после того, как их объявляют в розыск. Это неудивительно, поскольку в это время поиск ведется наиболее активно, и вдобавок ко всем вышеперечисленным оперативно-розыскным мероприятиям полицейские добавляют всевозможные ухищрения и уловки. Одной из наиболее распространенных является вызов в отделение полиции по совершенно не имеющему отношению к вашим проблемам к делу в качестве свидетеля. Кроме этого, весьма эффективным методом является убеждение родных и близких в том, что, по большему счету, разыскиваемому не грозит ничего серьезного. Если он придет сам, то, что называется, с повинной, то, скорее всего, получит условный срок, как возможно, и полностью избежит наказания. Убедить в задушевной беседе взволнованную мать или жену для опытного оперативника не составляет труда, а они, в свою очередь, уже приложат максимум усилий, чтобы уговорить разыскиваемого на добровольную сдачу. Разумеется, в одном коротком видео невозможно описать все приемы оперативно-розыскной деятельности. Если вы хотите узнать о методах работы современной полиции подробнее, то рекомендуем вам почитать учебник Школы МВД России, который посвящен именно этому вопросу. Но даже если вы от корки до корки вызубрите эту азбуку полицейской работы, все равно останется всего один стопроцентный способ не быть найденным. Для этого нужно всего-навсего не совершать правонарушений, чего мы и желаем всем нашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok